всем привет друзья приветствую вас на канале видео охота сегодня я хочу поговорить с вами патроники в охотничьем ружье расскажу вам более подробно о том какие патроники вообще существуют какова их длина почему они имеют вот такую разную длину и как это в принципе может влиять на качество и бой вашего охотничьего ружья изначально хочу сказать что длина патроника то есть вот эта вот часть куда мы вставляем гильзу может быть абсолютно разные она варьируется от 51 сантиметра до 89 есть абсолютно разные варианты длины патроника но опять же с чем это связано значит изначально самым таким популярным еще далекие советские годы был патроник под 70 миллиметров вот как на данный момент вы видите это патроник на 70 миллиметров его длина вот эта пластмассовая гильза здесь он используется на абсолютно различных охотах также какие по сути другие патроники меньшего размера меньшей длины и очень важный момент в том что сверловка в стволе сам патроник да под ту или иную гильзу диаметр патроника должен соответствовать наружному диаметру самой гильзы то есть сразу обращаю внимание на тот факт что сама гильза в патроник она должна заходить достаточно плотненько но опять же не не туго но плотно то есть не должна она там болтаться если бельза будет в патронике болтаться то это принципе чревато для качества боя с вашего ружья то есть вы получите некачественный выстрел вот поэтому это очень важно сразу хочу отметить что вот это вот сверловка под патроник стволе она может быть под какую-то определенную гильзу но если это обращать внимание на оружие довольно таки еще 20 века это оружие советские да они по своей природе просверлены были изначально под вот такую вот бумажную гильзу под бумажную гильзу вот потому что то время конечно самый распространенный было и бумажная и также вот это вот металлическая гильза но по результаты по стрельбе из таких ружей советских на мой взгляд наиболее эффективная по кучности по резкости боя они показывают вот таких вот бумажный гильз гильза такая заходит в патроник очень плотненько вот она имеет такие вот толстые стенки это гильза уже старая еще сохранилась по сегодняшний день вот и они показывают наиболее хороший результат по стрельбе если использовать вот это вот металлическую гильзу то здесь у нас кучность боя немножко уменьшается но не настолько конечно сильно но тем не менее кучность немножко меньше нежели при стрельбе из вот этой вот бумажной гильзи вот поэтому очень важно непосредственно сама сверловка патроника под какую гильзу я использовал и да и сейчас принципе используют эти вот современные до пластмассовые гильзы но далеко не все эти пластмассовые гильзы дают не такой хороший результат по стрельбе как дает вот это вот бумажная гильза почему потому что между наружной частью вот этой вот гильзы и внутренним диаметром патроника возникает определенный зазор и это отрицательно влияет на качество выстрела из ружья вот и вот это вот видите это тонкостенная гильза пластмассовая я уже вот в этом охотничьем сезоне наглядно заметил что качество боя с моего ружья немножко ухудшилось поскольку я стал использовать вот такие тонкостенные гильзы которые при засовывании вот этот патроник да они немножко имеют такой вот зазор между наружным диаметром гильзы и самим патроником что это ухудшает будет это обратите внимание поэтому для своих ружья патрониках подбирайте так гильзы чтобы они плотненько заходили вот это улучшит результативность вашей стрельбы из ружья это вам советую сделать потому что я своей точки зрения заметил вот такую вот у меня проблемы значит что касается длины других вот этих вот гильз есть гильзы более большего большей длины чем 70 миллиметров это гильзы так называемая магнум 76 миллиметров изначально я не знаю бывает конечно различные точки зрения но как свидетельствуют некоторые источники что эти гильзы были придуманы для того чтобы стрелять стальной дробью поскольку свинец имеет больше плотность чем стальная дробь и соответственно чтобы для тех же навесок пороха нужно больше дроби стальной а куда ее засыпать если сама гильза короткая нужно и увеличит увеличить до 76 миллиметров для того чтобы засыпать сюда больше стальной дроби в то же время увеличение длины гильзы привело к конечно большему созданию давления в каналах ствола соответственно это потребовало от себя и улучшение качества стволов то есть делать их более прочными соответственно стволы которых патроник под 76 миллиметров или же под 89 это еще больше то у них стволы предназначены для удержания большего давления то есть они более крепче крепче чем вот эти вот под 70 миллиметров но это такое как бы ремарочка отличие стволов под 76 или же 89 миллиметров сверловку многих начинающих охотников интересует вот такой вот интересный момент плане того какой же все таки можно ли стрелять из патронников под 70 миллиметров стрелять 76 миллиметров патроне гильзами нет нельзя ребята стрелять допустим если у вас патроник на 70 миллиметров то вы на гильз больше большей длины то есть там те 76 или 89 миллиметров не не можете стрелять это чревато разрывом стволов но сами понимаете давление будет создано такое на которое не предназначен сам ствол выдержать поэтому этого делать нельзя что касается длины вот этих вот гильзы меньше то есть если допустим 70 миллиметров патроник то вы можете использовать гильзу длиной 65 миллиметров или там 60 до вы свободно можете ее использовать и стрелять на охоте но это никак не повлияет конечно на ваши стволы ничего с ними не случится но это приведет к ухудшению к окучности резкости боя за того из вашего оружия если вы будете использовать гильзы меньшей длины в патроннике с большей длиной вот это на это обратите внимание поэтому под каждый патронник должна быть своя гильза вот если в таком кукле все будете стрелять то принципе вы сохраните нормальные боевые качества ружья что касается использования допустим в 76 миллиметровом патроннике можете конечно 70 миллиметров вы стрелять и 65 но я как уже ранее говорил что это все-таки отрицательный отразится на качестве боя вашего ружья уменьшится кучность ухудшится резкость и так далее вот такая вот обратная пропорциональность то есть еще раз напомню подведу итог что в патроннике допустим 70 миллиметров можно использовать меньшие длины гильзы то есть 65 там 60 и так далее если соответственно 76 миллиметров патронник то можно использовать и 70 и 65 и 60 и так далее да вот эти вот моменты а что касается обратная система допустим если у вас 70 миллиметров то 76 и так далее то есть выше 70 миллиметров стрелять нельзя не используйте вот это вот поэтому вопрос опять же возникает еще а какой же патронник выбрать для для своей охоты какой лучше может быть 76 миллиметров но на сегодняшний день в основном полуавтоматическом оружии это 76 миллиметровые гильзы 70 миллиметровые уже как-то немножко они уходят но тем не менее еще имеет широкое распространение сразу скажу если вы собираетесь охотиться на гусей то конечно могу порекомендовать использовать 76 миллиметровые гильзы но они в принципе настолько такой отличительной характеристики от 76 миллиметров что нет она явно там приоритете большую результативность показывают на охоте я бы не сказал вот единственное что при стрельбе из 76 миллиметровой гильзы вы получаете конечно большее давление более сильную отдачу вот и поэтому если хорошо не будете прижимать ключу приклад то появление синяков они неизбежны я поэтому вам сразу об этом говорю вот поэтому берите во внимание решайте конечно сами с каких гильзы вы будете стрелять дальнейшем нужно или вам 76 миллиметровые нет я своей охоте использую исключительно 70 миллиметровый считаю это наиболее подходящим вариантов нет смысла менять и ружье не хочу менять да и по сути увеличивать там какие-то гильзы сверловки стволов искать другие стволы и там другие оружие так далее 70 миллиметровый вполне вероятно если вы умеете стрелять то вам нет необходимости приобретать оружие с повышенным там навеска тоже пороха больше той дроби насыпать и так далее и тому подобное для поражения дичи и меткой стрельбы там достаточно и 4 5 дробин нет необходимости гнаться за большими навесками той же дроби того же пороха и все-таки еще хотел бы вам немножко обратить внимание на то что после патроника есть вот этот вот снарядный вход о котором я ранее предыдущем видео говорил и вот этот вот снарядный вход после патроника он по возможности должен быть и как можно короче он конечно может быть и от полтора миллиметра до шести это под сверловку этих вот бумажных гильз как правило такие бывают или от полтора до четырех это под металлическую гильзу может быть такую длина такого снарядного входа самым идеальным вариантом является тогда когда пыш вот допустим я сейчас держу пыш и когда он задней кромкой выходит с самой гильзы вот если мы здесь и так вот положим чтобы было наглядно видно вот он выходит из гильзы своей задней частью и когда вот он выходит то передней части он уже должен заходить в канал ствола это самая идеальная подборка когда пыш в их еще не вышел из гильзы но уже зашел в канал ствола чтобы не было вот это вот зазор не возникал между пыжом и гильзой при переходе в канал ствола это самый идеальный вариант и вот такой вот длина снарядного входа это наиболее подходящее для того чтобы получить оптимальные варианты для стрельбы вашего оружия вот но такие вот важные моменты по поводу длины патроника и какой же патроник все-таки лучше выбрать для своей охоты я вам сегодня рассказал во всех подробностях надеюсь это видео было для вас полезно если у вас какие то есть свои точки зрения по поводу того лучше ли 76 миллиметров 89 от 70 миллиметровой гильзы пожалуйста пишите в комментариях под этим видео возможно у вас есть какие то свои результаты использования тех или иных гильз и вы сделали какие-то свои выводы пожалуйста пишите в комментариях под этим видео будет интересно послушать ваше мнение вот а на сегодня все оставайтесь с нами ждите следующих выпусков на новых встреч друзья ваше мнение ваше мнение